Привет всем, с вами Дмитрий Ророшенко, и сегодня поговорим о прекращении гражданства России по новому законопроекту о гражданстве. Законопроект, ввесён Госдумы президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, вводит Институт прекращения гражданства взамен нынешнего Института отмены гражданства по действующим законам. Хотя у нас в действующем законе о гражданстве есть статья 18 о прекращении гражданства России, но она связана с процедурой добровольного выхода из гражданства по заявлению. Кроме того, в текущем законе о гражданстве есть статья 22, в которой указаны основные положения по отмене решения о приеме гражданства России, такие как ложные сведения, подложные документы, а также основания по приговору суда по статьям по угрозе общественной безопасности, террористической деятельности То есть, в принципе, данные основания есть, но они сопутствуют, данные приговоры суда, вступившие в силу, сопутствуют решениям об отмене приема гражданства и с последующим уже изъятием паспорта Новый же законопроект вместо положения отмены решения о гражданстве России вводит Институт прекращения гражданства Российской Федерации, это глава 4, статья 22 В свою очередь, расширяется перечень преступлений, за совершение которых могут изъять российский паспорт и, соответственно, предшествующие это решение о превращении гражданства у тех, кто ранее был принят гражданством России, за исключением лиц гражданства России, которые получили по рождению на территории России Наряду с преступлениями террористической направленности перечень включены также некоторые тяжкие преступления против государства, в том числе связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ Граждане Российской Федерации по данным преступлениям в отношении их будет приниматься решение о прекращении гражданства без срока давности То есть, вступил в силу приговор суда по данным преступлениям, дальше будет решение о прекращении гражданства Российской Федерации То есть, это следствие уже фактически, поэтому данные граждане Российской Федерации, совершившие подобные преступления, должны будут иметь это в виду В частности, также будут прекращать гражданство для лиц, ранее принятых в него, в том числе за госизмену, шпионаз, разглашение гостайны, организации массовых беспорядков Ну и связанное с хранением, распространением наркотических средств, психотропных веществ Кроме того, у нас проект предлагает прекращать гражданства, которые ранее были приняты за преступления по статьям Уголовного кодекса Опять же, террористическая деятельность, захват заложников, бандитизм, организации деятельностей экстремистских Организации финансирования подобных организаций и так далее Естественно, опять же, по вступившему в силу приговору суда Что касается прекращения гражданства в связи с добровольным выявлением, то есть выход из гражданства по заявлению гражданина России То полномочия будут переданы от президента к МВД То есть сейчас мы подаем заявление и ждем указа президента о выходе из гражданства с перечнем фамилии Ей будет указано, добрый нам выход или нет В данном случае, решение подобное по новому законопроекту будет принимать именно управление по региону, управление МВД По отношению лиц, которые проживают за пределами России, подобные заявления, соответственно, будут решения по подобным заявлениям Будут принимать уже в МИД РФ, именно отмечается в данном законопроекте такая подведом связь Опять же, будут приниматься решения по линии МИД за пределами России Еще раз подчеркиваю, на территории России выход из гражданства будет решаться в управлениях МВД Еще одним основанием для прекращения гражданства, согласно законопроекту, станет установление факта предоставления лицом, который подает документы Причем это возможно, как я понимаю, на стадии ИРВП, ВНЖ, в том числе, естественно, подача заявления о гражданстве Поддельных, подложенных, недействительных документов, сообщения, указания, каких-то ложных сведений На основании которых принималось решение Например, ложные сведения, связанные с рождением, наличие гражданства, фамилии, имя, отчество и так далее И в данном случае, опять же, решение будет приниматься, связанное с прекращением гражданства России Но здесь есть срок давности, он составляет 10 лет И установление факта, опять же, предоставление лицом поддельных подложных документов, ложных сведений будет устанавливаться в судебном порядке Однако, в данном случае, стоит обратить внимание, еще раз подчеркну, что будет срок давности 10 лет В действующем законодательстве такого срока давности нет, то есть он не установлен, никак не закреплен Я думаю, что это именно по этому основанию большой плюс Потому что у многих сейчас, на текущий момент, есть проблемы с сведениями, которые указывали в заявлениях на гражданство Например, 20 лет назад, 15 лет назад и так далее По вышенажным основаниям, также решение о прекращении гражданства будут принимать в МВД По решению МВД, но предварительно факт, опять же, установления этих сведений, подложных документов и так далее Будет решать в судебном порядке И решение о прекращении гражданства ребенка, который находится под опекой или поперечительством иностранных граждан Будет приниматься президентом Российской Федерации Вот такие основания, которые предлагает законодатель у нас закрепить в новом законе о гражданстве Которые связаны с введением нового института о прекращении гражданства Российской Федерации На это я хотел бы обратить ваше внимание Потому что мы понимаем, что данный законопроект, конечно, будет корректироваться В нем будут еще внесены изменения Но, тем не менее, особенно по отзывам, есть все шансы, что он будет принят В том числе и, возможно, что и к осенью или к концу текущего года Будем с вами на связи Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok